приветствую вас мои дорогие зрители сегодня я снова приглашаю вас на прогулку но мы пойдем в другую сторону потому что пляж уже занят там где мы обычно с вами ходим там уже молодая пара заняла бережок поэтому я не хочу их смущать и пойду совсем другую сторону эта сторона у нас дикая вот здесь практически никого нет никто не ходит и никто не будет нам мешать мы гуляем с вами по озеру это такая моя уже привычка выгуливать себя особенно когда апатия или когда какая-то грусть я выхожу для того чтобы вот и на эмоциональном и на психологическом уровне как-то себя развеять ну и подышать кислородом и сразу становится легче это очень хорошо я вам все время показывают такие красоты так все прям красиво волшебно но посмотрим за кулисы мы посмотрим за кулисы что же мы здесь видим мы здесь видим стеклотару мы здесь видим мусор посмотрите кто-то пиццу кушал кто-то пиццу кто-то пиво пил и вот конечно стеклотара но ой а вот сколько разбитого стекла разбитого стекла это очень очень плохо. Скажу вам по секрету снова, что часть этих бутылок я собрала с пляжа и вынесла их вот сюда вот на траву. Но это где-то бутылки две я собрала в камышах, потому что я боюсь, что люди могут пораниться. Но здесь уже была такая горка, поэтому, может быть, моя вина, что я не взяла пакет и не вынесла стеклотару. Но обычно же кто-то сдаёт её, да, говорят. Вот. Вот такой вот тоже у нас есть уголок. Ну, это что-то пилили, что-то убирали. Не важно. Сейчас мы пойдём с вами в дикую зону. Я хочу вас поблагодарить за вечерний стрим. Вы знаете, вы настолько меня вчера поддержали. Вы поймёте, почему название этого видео сейчас так называется. Буквально через несколько минут. И даже ночью вы мне присылали комментарии, обсуждали. А тема была то, что я хотела кардинально поменять цвет волос перед днём рождения. Вы знаете, у меня завтра день рождения. Вот. И я хотела что-то изменить в своём настроении, в своей судьбе, в своей харизме, в своём возрасте. И вы настолько живо приняли участие в обсуждении моей личности. Ой, какие красивые вот такие вот стебельки. Сейчас попробуем вот так вот присесть, да, смотрите, тоже очень красиво. И вот ночью тоже мне поступали разные рекомендации. Ну, в основном все пришли к мнению такому, что тёмный цвет, чёрный цвет мне не идёт. А я хотела вернуться в вишенку. То есть, воспоминания молодости, какой-то активной жизненной позиции. И вот мне хотелось стать такой тёмной-тёмной вишенкой. Утром ещё позвонила дочь, она посмотрела этот стрим и сказала, мама, категорически нет, я тебя потом не выведу с этого состояния. Ну, в общем, как-то вы мне больше рекомендовали русы, потом мне много милирования рекомендовали, поменять стрижку, вытянуть волосы, выпрямить волосы. В итоге оказалась я трусиха. Я поняла, ночь анализировала и утром анализировала то, что я не готова на такие кардинальные изменения своей внешности. И я проанализировала. С одной стороны, я вроде как бы и хочу, как любая женщина, да, каких-то перемен, вот что-то поменяться, вот действительно как-то по-другому выглядеть, другая харизма. А с другой стороны, понимая свой психоэмоциональное сейчас состояние, я понимаю, что если будет неудачный опыт и при такой слабой эмоциональной сейчас стабильности после коронавируса, это может для меня быть чревато, чревато, ну, депрессией, чревато каким-то стрессом. И, в общем-то, эксперименты никак не желательны. Более того, когда мысль приходит в этот период, когда у нас идет череда лунных затмений, и до 10-го, до 10-го, ой, муравьи уже по мне гуляют, и до 10-го, то, что же такое это муравьи, вот, и до 10-го июня нельзя принимать действительно никаких кардинальных решений, которые вот могут повлиять на здоровье, на судьбу, на местожительство. То есть нас провоцируют, вот давай что-нибудь, вот давай что-нибудь, да, ага, ты не будешь, значит, я тебе что-то сейчас придумаю, но все равно я тебя веду в какой-то стресс, в какой-то экстрим. И, в общем-то, до 10-го июня, ну, вы можете и позже потом это смотреть видео, действительно, любое принятие решения надо отложить. И я вам честно признаю, что я не герой, я не смелая, я трусиха, и, в общем-то, вы знаете, вот это вот натюрель, вот как оно будет, так оно будет, а пусть оно уже как угодно будет, я таки оставила. И, может быть, оно сейчас не видно, что ничего не изменилось, ну, корни подкрасила, в общем, то, что было, как говорится, вечером, краски сильно не видно, то есть кардинально я не изменилась, такой блонд, пепельно-махагоновый, то есть вот эта моя рыжина, она таки осталась, что такое махагон, это, наверное, красноватый оттенок, а куда пепельный добавили, я не понимаю. Ну, ничего кардинально я не поменяла, действительно, вот, и я, в общем-то, утром осталась в нормальном, спокойном состоянии, проанализировала, что это была провокация моей мысли, провокация моего характера, такого не всегда однозначного, это провокация, действительно, для того, чтобы выбить, может быть, какую-то стабильность, потому что день рождения, а вдруг что-то плохо, а вдруг что-то не так, и будешь потом выглядеть, ну, действительно, как я не знаю, что. Вот. Ну, вы меня очень сильно поддержали, в плане того, что поменять прическу, поменять, ну, вот, выпрямить волосы, вытянуть волосы, ну, вот такое состояние, вот, волосы вьются, волосы пышные, волосы дыбом стоят, они такие, знаете, турбулентные, вот куда ветер подул, они туда и легли. И, конечно, если бы я жила в городе, если бы я ходила на работу, я бы, конечно, больше б следила за собой, какие-то укладки. А сегодня я похожа на Татьяну Доронину. Вы, наверное, даже не знаете, что это за актриса, это актриса наших родителей. Вот, это из времени, эпохи Оросевой, ой, я вся у муравья, Оросевой, Ольги Оросевой, и вот Татьяна Доронина, тоже одна из уникальных таких актрис, которая имела, вот так, товарищи, я вся в муравьях, я в какую-то муравьиную кучу, наверное, забралась. Вот, и, в общем, перед вами Татьяна Доронина. Голос тот же, прическа та же, вот, перманент тот же, никакой же. Вот, и я поняла, что нет, я не готова ни к каким кардинальным изменениям, ни стиля своего. Вот, ну, приходишь к тому, что хочется какой-то стабильности, хочется какого-то спокойствия, никакого экстремального такого момента, ну, не хочется притягивать. Ой, я не знаю, как нам туда пойти, там такие заросли у нас, что я думаю, что, наверное, нет смысла нам туда идти. Вот, погуляем здесь, возле водички. Вот, поэтому я не решилась ни на какие эксперименты. Я осталась такой, как я была. Вот, волосы, пусть как хотят, так себя и ведут, пусть как чувствуют, так и ложатся. Вот, челку вы мне сказали, надо выравнивать. Почему? Надо ее убрать с лица. Но я не знаю, у меня такое впечатление, что челка меня защищает, мои мозги защищает. Если я ее уберу, даже вот так вот как-то пополам, да, лицо будет овальнее, безусловно, да, лицо будет как-то овальнее выглядеть. Но у меня такое впечатление, что мне как пробивают вот эту зону. Знаете, что вот где-то есть вот этот киллер, и мне луч в лоб будет. Вот, поэтому как-то на челку я не готова, хотя лицо действительно более овальное становится. Ну, хоть чуть-чуть, как-то я так перышками себя ее прикрою. Вот, поэтому спасибо, что вы меня поддержали. Вечерний стрим, может быть, будет, может быть, не будет. Видео это я выпущу, буквально вот прогулявшись по озеру. А я вам хочу сказать, а, мы туда сейчас пройдем, может быть, я там вам покажу, там, по-моему, банан уже есть. У нас вчера была дискотека, на районе дискотека. И я, когда заснула уже после стрима, я подумала, что муж машину он делал, мы вчера слышали, там гудела, шумела машина. Я подумала, что он под окнами включил магнитолу, там, радио, не магнитолу, радио, это я уже по привычке. И под окном вот я сплю, играет вот громко эта музыка. Какой-то разговор был, оказывается, это у нас дискотека. Вы представляете, вот там, вот там, вот там, вот там далеко, где зонтики, может быть, видите, у нас дискотека была практически до рассвета. И теперь по выходным, вчера у нас пятница была, сегодня будет дискотека 20 века. Вот, и будет дискотека. Говорят, что живая музыка играет, то есть, ансамбль, ну, девушку я уже слышала, сын приносил запись. Но факт тот, что я не знаю, ведь у нас дачные поселки, люди приезжают сюда отдыхать. Очень много детей, очень много малышей, очень много. Плюс рядом коттеджный городок, это у нас люди, которых переселили с аварийных домов. Ну, вроде как бы далековатая зона, но с другой стороны, она крутая, эта зона. Поэтому они уехали из города, ну, вот попали, ну, если не те люди, которые переселились, но их дети попали, считается, тут крутая такая зона на озере, хотя тупик жизни. Транспорта нет, магазинов нет, ничего нет. Ну, вот как-то она котируется, эта зона. И такая дискотека, что я говорю, я думала, что это муж включил музыку, у меня под окном, хотя он очень всегда аккуратен, но если я сплю, у него все на полутонахе, он ходит на цыпочках, и мы друг друга, сон всегда оберегаем. И я не знаю теперь, лето, конечно, ждем мы лето, настроение, я понимаю, что молодежи хочется погулять, потусить, я только поддерживаю. Но как же нам быть, людям возраста, после малыша? Потому что окна дребезжали. Удивительно то, что я мужу говорю, у нас же забор, как через забор, ну, вот этот наборной забор, плоский такой, как он называется, я не помню, как же через забор так слышно, если мы по периметру закрыто. А он говорит, а забор наоборот, диссонанс, создает еще больше звук. Вот такой вот звук был. Ну, достаточно далеко. Ну, если я вот так иду, и вот так, ну, километра полтора, наверное, ну, километра, километра полтора, и чтобы такое пчиня, что у тебя музыка буквально под окнами. Вот. И теперь я понимаю, у кого соседи шумные, да, если вы живете в обычных квартирах, а наверху вот кто-то хочет отдохнуть, кому-то гости пришли. Ну, в конце концов, да, вот кто-то слушает. Ой, а сейчас музыка, это вообще просто балдеж. Я слушаю Моргенштерна, спрашиваю у сына, у дочери, у зяти, у мужа, никто не знает, кто это такой. Я говорю, вы что? Почему вы такие отсталые? Ну, я с точки зрения психологии его смотрю. И буквально две недели назад я написала под его одним из видео, музыкальным, что у него идут проблемы, серьезные по закону. И вот буквально два-три назад в новостях я увидела, что на него подали судебное дело за распространение наркотиков, за пропаганду, прошу прощения, за пропаганду наркотиков в своих песнях. И знаете, чем он мотивирует, резюмирует. Кто не знает, кто такой Моргенштерн, посмотрите, чтобы вы были в тренде, чем увлекается молодежь. Он говорит, я настолько невнятно говорю, что вы даже не можете доказать, что я что-то позиционирую, я что-то пропагандирую. Представляете? То есть даже на этом факторе можно выиграть вот такое вот судебное дело. Вот. Поэтому напишите, какие у вас соседи, как вы отдыхаете, включаете, хотите ли вы громко музыку слушать. Ну вот иногда хочется какого-то... А что я осуждаю? А кого я осуждаю? Если мы сами такие. У нас с мужем круглые сутки на улице работает музыка, играет музыка. Круглые сутки. То есть утром вот он вышел, он включил этот фон музыкальный, сам в доме, в гараже, а эта музыка играет действительно. И очень часто мы ночью её тоже забываем выключить. Ну, у нас рядом просто нет живущих соседей, но сам факт тот, что мы практически такие же. Мы практически такие же. Что же я тогда осуждаю? Вот эту дискотеку, где люди отдыхают и хотят субботу, воскресенье действительно, ну, как-то вот себя активизировать. Поэтому напишите, кто прав, кто виноват. Напишите, пожалуйста, трусиха ли я? Похожа ли я на Татьяну Доронину? Чего-то тут у нас получилось. Вот. Ну, в общем, трусиха. Я не смогла поменять ни имидж, ни цвет волос. Сейчас у нас коридор затмений до 10 июня. Любое действие нежелательно. Оно принесёт только разочарование. Хотите верьте, хотите нет. Но я трусиха. Я не смогла. Поэтому спасибо вам за советы, за рекомендации. Вы очень аккуратно, деликатно со мной общались. Я очень благодарна. Вот. А теперь ноги в руки и вот вперёд 700 метров, а потом домой готовиться к празднику. Спасибо большое. Всех обнимаю. Всех люблю. Спасибо, что вы на моём канале. И теперь мы с вами меняем формат не только о здоровье, но ещё и немножко о жизни поговорим. И, безусловно, комментируйте. Всё. Всех обнимаю. Будьте здоровы. И пусть у вас всё будет здорово. Продолжение следует...